всем доброго и самого счастливого утра блин это так круто когда ты выспался и проснулся сегодня не на лавочке а в каком-то крутом отеле в котором ты ночевал совершенно бесплатно потому что пришел попросить кипятка для доширака объяснил ситуацию тебя пустили переночевать сегодня на этот день у меня огромные планы я сейчас иду на бассейн для того чтобы купить билет в лаос и все попрощаюсь наверное с китаем вот так вот все здорово не ну действительно начался этот день более чем круто отличная погода люди на улицах я даже подумал может быть это какой-то другой китай и с огромным удовольствием пошел на бас терминал для того чтобы купить билеты и наконец-то покинуть эту страну в общем китай насилует меня более чем профессионально я только что он там бас терминал пошел купить билет на автобус в лаос но там висит объявление что со вчерашнего дня все автобусы в лаос и в мьянму отменены из-за эпидемии вируса и вот это я называю уже блин приплыли потому что я нахожусь на самом юго-западе китая мне даже до россии добраться отсюда ну практически нереально вообще никак самолет если летают только через пекин через этот карантин вообще чуть делать я даже не представляю будем что-то думать я очень долго думал что делать сидел курил и думал 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 листал карту и увидел одно очень интересное место ну наверное единственное что мне остается это попробовать съездить в местный аэропорт он международный возможно какие-то рейсы я не знаю куда не даже не представляю сколько это стоит но это наверное единственные ворота из китая для меня единственная проблема что в городе куньминь полностью из-за вируса отменен весь общественный транспорт не ходят автобусы закрыто метро и даже аэроэкспресс и как добраться до аэропорта я просто не представляю я подхожу полицейским они говорят только такси но такси это сколько стоит вообще неизвестно поэтому я вот хожу по огромному городу и пытаюсь понять вообще чего делать я пытался найти транспорт в аэропорт ну около двух часов в принципе я его нашел я нашел место где люди покупают билеты на автобусы которые едут из города из центра в аэропорт билет стоил 25 юаней скрипя сердцем я отдал эти деньги и начал стоять в очереди вот он этот заветный билет вы даже не представляете каких трудов мне стоило его найти место где можно купить и это я еще даже до аэропорта не доехал ужас может быть я просто счастливчик а может быть сегодня не мой день но в автобус влазит всего 50 человек в этой очереди я был 51 и он уехал это был последний автобус это был последний автобус в обед представляете и я остался в городе но мне повезло я познакомился с ребятами мы разговорились которые два парня из пакистана и они попали в такую же ситуацию какая они сказали что мы типа тоже в аэропорт а от от такси я говорю блин но это дорого для меня они говорят да типа не парься мы заплатим я приехал в аэропорт подошел к месту где продаются билеты и там не сказали что летают самолеты летают в таиланд и это было единственным спасением для меня но вот проблема билетов на дешевые рейсы просто не было вот стойка регистрации все иностранцы вообще все иностранцы все хотят свалить и я тоже очень хочу сильно свалить очень мне очень повезло мои подписчики в инстаграме дали мне денег на то чтобы я купил билет за 16 тысяч рублей как только я получила деньги я сразу же приобрел билет и пошел проходить таможню к сожалению там снимать было нельзя но я могу рассказать что там было было следующая у всех по нескольку раз измерили температуру и каждого заставили подписать какую-то я не знаю декларацию или анкета может быть заполнить анкету скорее о том что в последнее время вы не посещали провинцию хубей это место где находится город ухань все я за пределами китая но официально по бумагам так то я еще здесь но я думаю еще несколько часов и я могу снять эту маску и вот я сел в самолет большая часть пассажиров были также иностранцы и спустя два с половиной часа я прилетел в таиланд можно сказать что на этом мой побег от китайского вируса и вообще из китая закончен но не закончен дневник путешественника потому что в следующей серии я подведу итоги и расскажу вообще какова сейчас ситуация и можно ли жить туристу в китае во время эпидемии коронавируса ну а сейчас стандартная и любимая фраза евгений шоев таиланд специально для программы новости по буднян фраза евгений шоев таиланд специально для программы новости по буднян